В общем, силы своего воображения. Как вам не стыдно? Пока эксперты продолжают никотиновое молодание, на сцену выходит рекордность. Всем привет! Меня зовут Кирилл. У меня есть вопрос. Кто покупает что-нибудь в интернет-магазинах? Отлично, задать много, я понял. А кто посещает интернет-магазины, складывает корзину и не покупает? У нас поменьше, но я вам скажу так, что примерно 60% покупателей, которых привлекают интернет-магазины, уходят оттуда без покупки. На самом деле они продают корзины и уходят. Уходят ничего не купив. Если говорить про компонентные цифры, то 90% всех покупок в Рунете совершается в 5% магазинов. То есть это 5-6 крупных самых тренд-магазинов. Получается, нас интересуют оставшиеся 10% покупок. Это примерно 3 миллиона покупателей, с которыми никто не работает. Перекладывая на цифры, то средняя конверсия, добавление товаров в корзину – это 4%. 12 тысяч пользователей формируют корзину, 7 тысяч с ним уходят на 60%. И в среднем, в чеке покупки 120 долларов, ежемесячно сектор e-commerce теряет порядка миллиона долларов. Это те деньги, которые в какой-то степени можно вернуть. Это те деньги, которые мы можем вернуть в бизнес. И, соответственно, решение, которое мы предлагаем – это лагерь, который работает с любой системой, с секторами e-commerce. Довольно-таки просто устанавливается и выглядит в виде одной кнопочки. «Вернуть покупателя». Как это работает с картинками? Вы пришли в этот магазин, вы сортировали корзину и ушли от него. Ничего не купили. Потом вы приходите к друзьям посмотреть новости друзей на Facebook. И уже через 5 секунд, если у вас включен этот бумагин, вы видите товарное объявление. «Тай-пай, посмотри. Ты можешь вернуться к нам и получить промо-код на следующую покупку. Закажи». И кто-то действительно проигнорирует это, а кто-то принят – вернется и убит. И, соответственно, мы даем возможность интернет-магазину просто, легко, быстро, без особых навыков нажать на кнопку «Вернуть покупателей» и это все будет работать автоматически, динамически в товарной редакции. Это то, про что мы. Про что мы. Проанализировав конкурентов, мы увидели, что в Рунете этим занимаются и компании. В целом, не переведите правую часть экрана. Также прямыми конкретными являются люди. Непосредственно рекламное агентство, у него айсеры, менеджеры являются. И, соответственно, сегодня я попробую запустить перетаргетинг для своего интернет-магазина. К сожалению, мне это не вышло. Мне осталось впечатление, что, пожалуй, ребята, которые в правой части этого списка тоже отойдут в ручную норму. К сожалению. Спасибо за внимание. Спасибо. У меня, наверное, бывало вопроса. Первый. То есть, упорство должно быть установлен в блоки в брауте, верно? В интернет-магазине. Семь-семь. Вы смотрите. Я пили, я пили, я пил, я пил. Я пил. Мы это на вас не касаем. Это для владельцев странного магазина. А где Кросса? Где ритейл уроки? Где те, кто на самом деле это делают? Откроете сайт Кросса, там написано просто «Сам другое». Хорошо, а как вы их возвращаете тогда? Система возврата пользователя на прошлый магазин. Вот как вы это делаете? Окей, вы это делаете, я это в интернет-магазине. У меня есть интернет-магазин. Я хочу вернуть 60% потерянной прибыли. Как вы это делаете? Я не верю в волшебные коробки. Я не верю в чудеса. Мы запускаем рекламную кампанию по динамическому товарному этапе. Вы отправите панель работ этого человека? Да. Спасибо. Вы это автоматически делаете? Да. Я скажу? Полностью. Потом еще система улучшится и, скажем, указывает наиболее конверсионные планеты и объявления. Окей, ладно. Потом у меня вопрос. Если в магазине второй или третий раз загиблили, я вам, вы все равно посылаете автогонку. Это в том, что статистика, с которой знаком я, свидетельствует о том, что люди уходят из корзины, потому что из нее невозможно выйти и обладить. То есть просто криво сделан интерфейс. Вот вы магазинам с кривыми интерфейсами тоже помогаете или не появляется эта кнопка? Вопросы. С этим работает непосредственно либо в магазине интерфейс магазина, либо в актологии, либо кто-то еще, кто сможет вам сказать о том, что у тебя не работает интерфейс сам в принципе. Да нет, он работает, он просто кривой. Он кривой. То есть человек скажет, что это кривой в магазин. Когда там? Можно вопрос? Да, понятно. А если я сходил в магазин товарами для взрослых? Сделал корзину. И просто. Вот это должна встреча. Да? Важный приговор. Открывай компьютер, потом навеси кран. А ты неизакомнил этот, знаешь, прошлый товар, товар, который проиграл. А вы не заказайте. Подождите, а какие-нибудь пили? Ну, на самом деле нет, потому что на некоторых площадках, скажем, есть некоторая цензура, да, которая вам заобещает показы определенных предоталантов. Например, те же самые лекарства, логотики, оружие, сигареты, алкоголь. Кляпы покажут. Кляпы? Нет. Слава. Ассистический товар, да? Значит, я придется забыть, да. Ну, слава. Можно я? Можно я? Теперь по делу, да? Слава. Дело в том, что все причисленные заблевые вещи, вкусные и болезненные наркотики, они редко покупаются через интернет-моразин. Есть целые специальные люди, которые для этого специально что-то делают. В общем, тут мне новости поставить. Ну, да. Там, про вопросы, конечно, только решать. В общем, ты понимаешь, какое дело? К сожалению, вот я тебе сказал это лично, а сейчас ты всех повторяешь. Повторю, ты придумал очень-очень сложный, технологически сложный для разработки сервис, который уже реализован. Ну, помните, люди, которые хотят пользоваться подобными штуками, ими уже пользуются. Да, 90% ребят уже с этим... Вот, они 7 части транили. Да. И с всеми рамами покупателей сварения, и, как бы, у меня все в порядке. Вот зачем ты делаешь сервис, который сейчас уже, тем, кто мог воспользоваться и хотел, подобным уже делают без тебя? Как ты будешь переключать идеи с более комплексно, серьезными и проработанных решений, типа того же Crosser и Белородита, на свое решение? Да, вот эти вот маленькие ребята, они, конечно, не пользуются. И не будут пользоваться. Почему? Почему? С чего ты взял? Ты видел стратегию развития Crosser или Белородита? Да, то есть, это... Ну, то есть, в смысле, ты молился, тебе пришло откровение, ты пришел рассказать, там, по натротике оружие, как и закупать. Это, конечно, классно. Ну, давайте, как бы, ну, то есть, ну, то есть, здесь не будет золота никак. Хорошо. Да нет, не слышно. Вы слышали нас, делаем, а делаем осознанно. Ну, это изразвляет, вот, где есть деньги, мне нравится эта тема, я не буду делать. Спасибо большое, Кирпич. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.